Друзья, добрый вечер. Мы очень рады, что вы сегодня до нас дошли. Меня зовут Аня Казанина. Я курирую этот лекторий вместе с Мариной Исраиловой. Вот, собственно, она здесь, и сегодня будет читать лекцию. Это четвертая лекция курса теории и практики перформанса, и сегодня мы говорим о документации перформанса, о живом событии его медиа-отображении, о копии оригинали, о трансляциях и нетрансляциях. В общем, Марина вам расскажет. Марина занималась этой темой в рамках своего обучения в магистратуре в Европейском университете, написала про эту диссертацию, потом тоже долго интересовалась и занималась этим всем. И сегодня вам представят свои тезисы относительно этой темы. И также Марина очень попросила меня вас всячески агитировать, задавать вопросы в процессе, в том числе лекции. Если вам что-то непонятно или если вы хотите как-то пополемизировать с лектором, вы можете поднять руку, я дам вам микрофон, и вы зададите свой вопрос в микрофон, потому что у нас это все записывается и транслируется. Начинаем. Всем привет, добрый вечер. Наверное, сложно представить себе какой-то более комфортный формат для публичной лекции, чем, во-первых, в лектории, в которой мы курируем с Аней вдвоем, во-вторых, здесь, в открытом лектории Новой Голландии. Но еще это связано с тем, что моя нынешняя лекция как бы не провисает в пространстве, а ложится на уже подготовленную почву. То есть, да, у нас было три лекции, они все очень важны в теоретическом плане, и я буду, вероятно, отсылать сегодня к темам, которые уже были озвучены. В частности, будет очень важна для меня лекция Романа Осьминкина о перформативности. Сегодня этот термин снова будет звучать. Но и прошлая наша лекция, лекция Дарьи Тимехиной, посвященная, собственно, перформанс-садис как научной дисциплине, как проекту Ричарда Шехнера, тоже, конечно, очень важна. Если вы не были на этих лекциях, я очень рекомендую вам посмотреть. Просто если вы вообще, в принципе, интересуетесь перформансом, вот этот теоретический контекст просто желательно знать, чтобы не путаться в терминах, чтобы понимать те научные традиции, из которых вообще происходит говорение о перформансе. Я прошу прощения. Посмотреть вы можете это в группе Новой Голландии, в записях, трансляции с лекцией. Спасибо. Итак, моя лекция, моя тема – это документация перформанса. И я начну, в общем-то, с личного интереса, как вот Даша говорила в прошлый раз здесь, начинать как бы с личной позиции, с личной биографии. Это, в принципе, общее место для тех, кто исследует перформанс-садис. Я тут буду тоже не исключением. И последую за еще одной исследовательницей, о которой сегодня буду говорить, за Амелия Джонс, потому что у меня была сходная история интереса к этой теме, какой-то сходной, в общем, истоки вообще вопрошания, почему в итоге я все-таки два года жизни потратила на то, чтобы с этой темой разобраться. Как Аня уже сказала, я писала магистрскую в Европейском университете на факультете искусознания, собственно, на эту же тему. Но до этого я достаточно долго была таким просто интересующимся дилетантом. Тогда меня просто заинтересовал перформанс, и всю информацию, доступную в разных источниках, я, в общем, искала в интернете, в каких-то публикациях, где вообще можно было найти. И, конечно же, это была документация, да, то есть все, что я знала о перформансе, я узнавала из фотографий, видео, текстов описаний, комментариев, каких-то уже теоретических текстов. И в какой-то момент у меня, в общем-то, назрел такое какое-то сомнение, да, потому что, с одной стороны, то, что я вижу, знаю, изучаю, о чем я читаю, это не перформанс, а его следы. С другой стороны, вроде как формируется какой-то канон, да, какое-то понимание, но перформанс ли это, да? То есть вопрос о том, а что, чем я, собственно, занимаюсь, да? Вот. Почему возникло это сомнение? Потому что общим местом тогда в текстах, которые мне попадались, было то, что перформанс существует здесь и сейчас, в реальном времени, в реальном моменте, он всегда в него погружен, погружен в контекст, в пространство, в взаимодействие между зрителем и художником. Он неповторим, он уникален, он эфемерен. Но все, что мне доступно, было совершенно другим. Да, и это немножко такая шизофреническая ситуация. Да, о чем же мы все-таки здесь говорим? И как тогда можно изучать то, чего ты не видел по объективным причинам, да, и не мог увидеть? Как тогда вообще можно заниматься историей перформанса, да? Если это нечто, что существует только здесь и сейчас. И для себя внутренне, когда у меня уже появился скепсис к этому нарративу об уникальности эфемерности и подлинности события, я, в общем, придумала, что это такой миф о подлинности, да? И перескочила из этой позиции веры в то, что перформанс — нечто уникальное, эфемерное, на позицию скептика, да? И вот эти две крайние точки я сегодня обозначу, да? Потому что они, на самом деле, в моем случае были совершенно не уникальными как раз-таки, потому что многие исследователи перформанса из одной позиции переходят в другую. И я сначала, в начале лекции обозначу вот эти вот экстремумы, крайние точки, да? От полной веры в то, что перформанс — это только то, что происходит вживую, до доверия к документации, да? И к тому, что мы можем все-таки что-то узнать о перформансе через его след. А потом на разных примерах из американского, европейского, советского, российского перформанса мы попробуем понять, а что же вообще-то находится между этими экстремумами, между этими крайними точками. Вот. И зачем эти крайности, в принципе, заостряются? Зачем нужна эта радикализация? Так. Да, вот классическое, как бы, то, с чего все начиналось. Ну, вроде как, есть такая вот, как бы, преемственность. Есть какая-то, ну, хронологическая последовательность и, как бы, преемственность в том, как, насколько подлинно, как бы, знание о перформансе. То есть сначала в классическом варианте происходит событие перформанса, затем происходит его документация. Фотография, видео, текст, неважно. И затем, собственно, формируется, да, какая-то история. Эта документация уже попадает в состав выставок, каталогов, архивов. Появляется информация об этом СМИ, формируется, как бы, какой-то канон, и приходит исследователь, который, собственно, все это изучает. Но на самом деле все, как обычно, немного сложнее. Здесь этот слайд про то, про эти самые крайние точки, да, то есть слева у нас все, что относится к событию перформанса, вот в этом классическом варианте, да, когда события пришествуют документации. А справа все, что относится, собственно, к этой самой документации. Все вот эти вот слова про эфемерность, уникальность, подлинное знание, идентичность, реальность, оригинал, событие, тело, как ключевой, да, элемент перформанса, и опыт, который является уникальным как для художника, так и для зрителя. Это все общие места. Если бы я сейчас пыталась перечислить исследователей, практиков перформанса, которые все это произносили, это был бы очень длинный список. А с другой стороны, вот этого бинарной оппозиции, все, что относится к документации, и это, как правило, все окрашено негативно, да. Ну да, значит, документация, след, память, архив, демократичность, потому что она просто доступна многим, да, а не только тем, кто был там. Это фрагментарно искаженное знание, это предательство идентичности, то есть предательство какой-то подлинности, да, перформанса. Ну, понятно, что оно функционирует в медиа. Если событие перформанса — это оригинал, то документация — это копия. И, соответственно, как бы подделка, да, то есть то, что придает оригинальность. Понятна позиция тела, текст, да, в рамках события перформанса мы ощущаем телесный, да, опыт. Документация функционирует как знаковая система. И, соответственно, да, здесь опыт противопоставляется воображению, да, потому что мы, глядя на документацию, как бы не имеем доступа к реальному опыту, мы можем его только вообразить или даже придумать. А теперь посмотрим несколько вариантов документации перформанса, да, чтобы сразу проблематизировать вот эти оппозиции. Начнем с такой вот классики. Вито Аконть. Одна из ключевых его работ, да, в центре, 71-й год. На протяжении 22-х минут художник смотрит в камеру и указательным пальцем, да, указывает в центр. Но постепенно он, конечно, устает. Вот, центр смещается, напряжение растет. Да, тут важно понимать, да, что это перформанс, у которого не было зрителя, да. Зритель — это камера. Так как камера одновременно снимает и показывает, да, то зрителем является сам художник здесь. Но и так как мы идентифицируемся со взглядом камеры, то зрителем этого перформанса является каждый, кто, в общем-то, смотрит воспроизведение. То есть, ну, все вы. Перформанс, как бы, происходит вот прямо сейчас. Можете сказать, когда надоест. Так, кончий является тоже одним из классиков перформанса. Он много работал с собственным телом. Но и с видеокамерой. То есть, как только появилась камера, она сразу стала использоваться художниками, в том числе в перформансе. Именно как такой саглядатый зритель и одновременно собеседник, да. Это взгляд, который закольцован. Мы смотрим в экран, видим там себя. Но это реальное время, реальная запись. То есть, мы как бы удваиваемся в этом взгляде. Есть вот знаковая работа Розалинта Краус, да, которая называется «Видеоэстетика нарциссизма». Да, потому что здесь, как нарцисс смотрит в свое отражение, так художник смотрит в камеру, да, и постоянно видит себя. То есть, это такой обращенный взгляд. Можно, опять же, пофантазировать, насколько телесный опыт художника, вот это его напряжение, возможно, доступно нам сейчас, вот сейчас, когда мы смотрим это видео. Можете просто как бы потестировать себя. Можете ли вы почувствовать, да. Можете ли вы почувствовать, да. Параллельно можно подумать о той схеме, да, события, документация и дальше. Здесь события и документация происходят одновременно. Можно подумать дальше, задаться вопросом, а где, в каком пространстве происходит перформанс, да. пространстве медиальном, пространстве изображения или где-то еще. Да, вот, Саша, Саша, давай. Ну, что, да, про где, да, он происходит. Мне кажется, что здесь он не работает именно с передачей телесного опыта и с опытом напряжения, и он работает с графикой, то есть центр, да, и это смещение, и мы видим, это как вот у Дюшана эти прозрачные круги, есть слои, да, есть у нас здесь планы, есть только планы, есть набор плоскостей, по которым перемещается этот центр. И я вижу это, как окончен, мне кажется, этот перформанс осуществляется в концептуальном поле в плане и изображения, и еще чего-то, чего я пока еще не придумала, как он хотел стать строчкой стихотворения в преследовании, так как он хотел стать точкой или там кругом здесь. То есть я вижу здесь работу, как он налаживает интерфейсы между телом и графикой, между телом и строчкой песни-стиха, да, что это, ну вот такое вот, мне кажется, что этот перформанс осуществляется именно в полях, которые соединяют эти виды искусства. Вот Саша очень сделала верное замечание, да, называется перформанс-центры, но понятно, что центр возможен только вот в этой границе монитора. То есть не было бы камеры, а чем был бы центр, да, это же зависит от взгляда. То есть именно вот эта вот рамка прямоугольная, окна видеокамеры позволяет, собственно, перформанс вообще произойти, потому что изначально мы в концепции, да, заложены именно в этом, в поиске центра, но ограниченного медиальным средством. Здесь вы, наверное, не очень понятно, почему они работают с телесными здесь, если есть физическое усилие и есть все-таки интересные действия. Насчет того, что это перформанс, здесь есть регистрация перформанса. Мне кажется, это тоже не очень верная история. Регистрации или попытка регистрации, здесь была бы другая камера, которая снимает камеру и исполнитель, как бы вторая камера. То есть его отношение с камерой не является регистрацией перформанса. Это отношение с камерой. А почему нет? Потому что речь идет о том, то есть то, что этот объект имеет свойство, ну и возможность снимать, не является, не является, не делает регистрацию, регистрация перформанса. Если бы он бился об стену, ну, например, примерно с тем же усилием, то качество стены, что она снимать не может, делает это... Ну, как, перформанс другие. Ну, я к тому, что камеры здесь не выступают как регистратор. Но, тем не менее, мы смотрим сейчас запись... Безусловно, регистрация перформанса здесь была бы камера, там есть там под углом, в которой бы умерли оба объекта. Ну, в смысле, исполнитель? Нет, мне кажется, что здесь происходит и то, и другое. Во-первых, и документация происходит просто потому, что Катя это факт. Вот она. Но и работа с телом тоже. Но и работа со взглядом тоже. Но и работа с медиальной природой того средства, через которую мы, собственно, документируем, да? Почему у перформера не могут быть отношения с камерой? Могут быть. И это может являться и темой концепции перформанса, как здесь. Просто она совершенно попадает из... Ну, а дематически не входит в список. Не входит куда? В возможный список регистраций. Наверное, вернемся к этому... Я как бы далека от искусства видела, но... Мне тоже кажется, что документация здесь была бы, если бы стояла дополнительная камера и снимала бы то, как он выносил камеру, то есть его со стороны, камера, которая его снимает и прочее. А эта камера тоже, мне кажется, не является документацией. Ну, просто я подняла. А можно в микрофон? А вот то, что мы видим, является документацией перформанса. То, что мы видим, не то, что делает Акончи. А Акончи непосредственно коммуницирует с камерой. Камеры в кадре нет, но вы понимаете, что это камера. Если бы еще одна камера стояла и смотрела бы на то, как Акончи коммуницирует с камерой, то та бы камера, которая коммуницировала бы с Акончи, была бы мебелью. Все. Так. Ладно, я вижу, да, мне нравится, как активно вы включаетесь. Мне кажется, ему тоже нравится. Да, мне кажется, что здесь есть какое-то недоверие к объекту, да. Но то, что мы видим, это взгляд камеры, да. Как бы это сказать? Само это изображение является доказательством того, что вот камера стояла напротив него и фиксировала то, что происходит, да. Вторая камера здесь не нужна абсолютно, потому что все самое важное происходит вот в том, что мы видим, да. да. Давай. Да, мне кажется, что почему-то возникло напряжение. Это проблема с термином документации, да, что мы как бы смотрим на что-то, что происходит, но не работает. Это когда мы можем наблюдать выставку распечатанных фотографий с акций Павленского, да, которые не работают. Вот этот перфоманс, он работает как бы именно за счет этого способа документирования. Он со мной работает, ну, как бы сейчас, да. Вот. Мне кажется, это очень важно. Ну да, процесс документации одновременно является процессом, в котором происходит перформанс. Так. Вот это вот первая проблематизация, да. Сейчас будет еще, еще более, наверное, странная вещь. Вот это вот тут, наверное, мне кажется, нужна тоже личная история, да. В своей магистрской я писала в частности о коллективных действиях концептуалистской художественной группе, группе-долгожители. Там первый перфоманс случился в 1976 году. Последний из документированных и выложенных на сайте концептуализм.летов.ру датируется 18 октября 2018 года, да, то есть больше 30 лет. И в какой-то момент мне пришлось просто сесть и прочитать вот с первого тома поездок за город до последнего. Это был очень мощный опыт. Можно сказать, ну, довольно страшный. То есть я не знаю людей, которые добровольно бы это сделали. Мне пришлось это сделать, ну, потому что мне было нужно просто, да, нужно было написать работу. Вот. Не знаю, наверное, мне кажется, все знают коллективные действия, но пару слов скажу, да. Это московский концептуализм, да, традиция, которая тесно связана с концептуалистской поэзией, с словами, созданием дискурса, архива, словаря. Группа выезжала, как правило, за город, ну, по крайней мере, первые несколько лет, как правило, были перформансы, происходившие за пределами Москвы. Там происходили некие странноватые, на первый взгляд, перформансы, да, которые потом покрывались слоями документации. Это была фотографическая документация, потом огромное значение имеет вербальная документация. Каждый из участников акции описывал, что же там происходило. Как правило, был еще текст преуведомительной к акции. Затем опрашивались участники, зрители, которых приглашали, их комментарии тоже включались. И все это формировало огромный архив. Потом они подшивались тома поездок за город, да, поездки за город, название этих сборников документации. На данный момент их 13, да. И они полностью все оцифрованы, да. Их можно смотреть вот на этом сайте. И это одна из моих любимых документаций и акций. Тут они тоже слиты. Она носит 142-й порядковый номер. Все акции коллективных действий хронологически маркированы, да. У всех есть какой-то порядковый номер. Это вот 142-я. Она называется «Фонограмма-заместитель». И вот что она из себя представляет. То есть мы заходим на сайт, да, попадаем на страницу этой акции и видим скриншот какой-то другой страницы. Пускаемся ниже и читаем текст. Акция номер 142 «Фонограмма-заместитель» является сайтовой акцией коллективных действий и заключается в акте прослушивания фонограммы-заместителя, аудиоползунок которой помещен среди документации акции номер 130 под фотографиями и под ползунком фонограммы «Оригинал». Андрей Монастырский, 15 декабря 2015 года. Здесь есть кликабельная ссылка. То есть мы, если хотим вот эту акцию увидеть, должны по ней перейти. Мы переходим. Попадаем действительно на страницу акции номер 130. Пускаемся ниже. Находим ту самую аудиозапись «Фонограмма-заместитель». И если у нас хватает терпения, слушаем эту аудиозапись. Вот сейчас происходит сайтовая акция номер 142. По сюжету акции Это голос Андрея Монастырского. Здесь должна звучать, воспроизводиться другая фонограмма. Назовем ее оригинальная. Фонограмма «Оригинал». А вот эта, фонограмма, которая сейчас звучит, это фонограмма «Заместитель». И та, и другая фонограмма длится 7 минут 38 секунд. Сейчас эта фонограмма «Заместитель» длится уже 53 секунды. Таким образом, на уровне «События» акции фонограмма «Оригинал» не используется. Но фонограмму «Оригинал» можно будет послушать на уровне документации акции. Когда будет выложен описательный текст, фотографии на сайте Летова среди акций. Акция называется 130. Это ее порядковый номер в общем списке акций. И сама она тоже называется 130 по этому номеру. И вот среди материалов среди документации акции 130 будет выложена и фонограмма. Оригинальная фонограмма для этой акции, которая не использовалась во время сюжета в зоомузее в косном зале. А вместо нее прослушивалась вот эта вот фонограмма «Заместитель». то есть фонограмма «Оригинал» как бы часть события перемещается на горизонт документации. И сейчас фонограмма длится уже 2 минуты 35 секунд. А должна она длиться 7 минут 38 секунд. В общем, вы понимаете, почему мне тяжело пришлось, да? Потому что совершенно непонятно, вот если мы случайно каким-то образом вдруг попали вот на сначала 142-ю акцию, потом перешли по ссылке и попали на 130-ю, все равно ничего непонятно. Почему? Потому что так устроен архив коллективных действий, потому что он строится как система отсылок. Это уже было заметно. Чтобы понять, что же происходит, нам нужно для этого посмотреть вот это видео, эти непонятные фотографии и прочитать описательный текст. Посмотреть еще карту Москвы, где все это происходило. прочитать вот этот текст, пройти по всем ссылкам, узнать, кто все эти люди, что здесь происходило. Это одна из поздних акций, это 15-й год. И я сознательно выбрала такую позднюю акцию, чтобы продемонстрировать то, как спустя 30 лет уже функционирует архив коллективных действий. Он работает действительно как мета-комментарий, система отсылок. Даже то, что акции называются порядковым номером, это как бы актуализирует все те прошлые акции. Чтобы понять, что 42-ю нам по идее нужно знать и первую, вторую, третью и так далее. То есть формируется такая герметичная система знаков, в которой все имеет значение, но значение это мы можем узнать только если проследим какой-то исток. а исток как правило сокрыт, потому что главное понятие для коллективных действий это пустое действие, смысл которого сокрыт от зрителя. Что это за акции могут быть? Классическая ее все знают акция появления, которая заключалась в том, что зрителей пригласили приехать на Киевгородское поле, они туда приехали и им вручили в какой-то момент машинописные бумажные листки с уведомлением в том, что они приняли участие в акции появления. То есть здесь происходит очень интересный тоже момент. В момент вручения вот этих вот листков с уведомлением о том, что вы приняли участие в акции, фактически перформансы случаются. То есть здесь документация, момент ее вручения является моментом, который оформляет акцию. Можно сравнить с занавесом, с опусканием занавесов во время театрального спектакля. Но только спектакль мы посмотрели, а что случилось в акции, мы не понимаем. Можно сказать, что возможно предметом изображения в этой акции является ожидание или непонимание, или те чувства, которые каждый принес с собой в это место. Дальше создается огромный архив текстов, они все довольно герметичные, много разных сложных концептуальных схем, и они все работают на создание вот этого особого языка. Вне владения этим языком мы осознаем полнейшую недоступность вообще для понимания того, что здесь происходит. И, на мой взгляд, это одна из самых успешных стратегий вообще для художника, стратегий документации. Когда ты создаешь нечто настолько наполненное смыслами, но настолько закодированное, что внешний наблюдатель не может ничего понять, если он не погрузится внутрь созданного тобой дискурса. Вот. Сейчас посмотрим еще. Вернемся сюда. Это, скажем так, чтобы просто отдохнуть от всего непонятного. Вот здесь документация классических перформансов. Классических, я имею в виду, не только по месту, которое они занимают внутри истории искусства, но и классических в плане отношений между событием и документацией. Вот знаменитый перформанс Йоко Оно Катпис, в рамках которого она предложила зрителям отрезать кусочек от своего платья каждый то, сколько хочет и с какого места хочет. И постепенно ее тело обнажалось. И не менее классический перформанс Криса Бедена выстрел, когда он попросил своего ассистента прострелить ему руку. Здесь до и после. Здесь вроде бы все понятно, вопросов нет. Я имею в виду вопросов документации. Снова вернемся на российскую почву. Этот перформанс я очень люблю. Называется «Революционная ось». Двух художниц Ганны Зубковой и Екатерины Васильевой. Перформанс был очень длинный, длился 17 часов или около того. И заключался в том, что две эти художницы несли вот такую вот балку железную 3,5 метра по-моему длиной и несли ее через всю Москву. Революционная ось название многозначное. Мне кажется, что и год здесь очень важен 2014. Но формально он так называется, потому что в момент, когда наступил полдень, они как раз пересекали площадь революции. Перформанс как происходил? Они шли через всю Москву с 5 утра и не помню до скольки вечера. Да, их документировал фотограф, по-моему, и было видео еще. Параллельно одна из участниц, собственно, Гана делала фотографии с места событий и выкладывала их вместе с отметкой о том, где сейчас находятся художницы. Таким образом маркировала путь и выкладывала это все на Фейсбуке. Здесь что интересно для меня? Я думаю, что смысл этого перформанса был бы непонятен и совершенно невозможен, если бы не визуальный образ карты города Москва, который все прекрасно себе представляют. круг. То есть круг. Они же пересекают от одного края до другого и рождается визуальная картинка, как вот эта прямая балка пересекает вот этот круг московский. вот это мы уже послушали. теперь будем разбираться собственно с теорией, как со всем этим быть. Я специально начала с примеров, чтобы было понятно, насколько документация все время требует дополнительных объяснений, потому что она очень разная. Она в разной степени зависит от интенции художника. Понятно, что коллективные действия с самого начала задумывают эту сложную машинерию работы документации. Понятно, что в случае с, например, перформансом Йоко Оно это внешний фотограф и видеооператор, который ее снимает. Понятно, что здесь совершенно другая история и совершенно другие средства технические создания документации. Но тоже очень важные в плане того, как они работают на уровне идеи перформанса. научный контекст понятно. И начнем с того, что говорят по всему этому поводу теоретики. Вот я выбрала эту цитату из Пегги Феллон, потому что она, наверное, одна из самых часто повторяемых и она как раз маркирует один из краев экстремум отношения к документации. Вот она как раз утверждает, что перформанс невозможно сохранить, записать или задокументировать. Более того, он не способен в какой-либо форме участвовать в процессе тиражирования изображений. Попытка сделать это ведет к тому, что у меня почему-то спектакль, но перформанс перестает быть собственно перформансом. И в той степени, в которой перформанс пытается включиться в экономику воспроизведения, тиражирования, он придает и уменьшает обещания собственной антологии. Вот здесь очень важное слово «онтология». И что собственно утверждает Пегги Феллон? Она считает, что антология перформанса напрямую зависит от его исчезновения. Если очень упростить, перформанс это то, что исчезает. То есть это конститутивное свойство перформанса. Если не исчезает, значит уже не перформанс. именно вот это трагическое возможно даже эфемерность, неспособность оставить какой-то след является ядром того, чем является настоящий перформанс. Здесь еще очень важно, что ее мнение включено в общую критику общества капитализма и в том числе капиталистической машины искусства, когда оно продается, тиражируется, воспроизводится и включается вот эти все экономические механизмы. Этот пафос разделяли большинство художников и художниц перформанса в 70-е и 60-е годы. То есть грубо говоря перформанс противопоставлял себя коммерциализированному институциональному миру искусства. И это была попытка как бы противопоставить вот этой машине капитализма, которая, ну понятно, что это контекст США, нечто принципиально другое, нечто антологически, сущностно другое. То есть то, что исчезает, невозможно продать, невозможно купить и невозможно включить в товарно-денежные отношения. Вот это мнение как раз многократно тиражировалось, его очень любят, кстати, повторять те, кто непосредственно занимается перформансом, то есть режиссеры, практики, художники и танцоры. Да, танцоры. Извините, что не вспомнила в первую очередь. То есть тут еще важно закончить цитату. То есть перформанс чтит идею того, что ограниченное число людей в определенной временно-пространственной рамке может иметь опыт, ценность которого не оставляет никаких видимых следов после себя. Дальнейшая критика исследователей, которые занимаются документацией перформанса, она в принципе вся строится на желании вот эту идеологию развенчать. Во-первых, показать, что это мнение глубоко заидеологизировано, а во-вторых, собственно, вот это вот настаивание на какой-то сущности, антологии ну просто отменить, да, как способ мышления. И этим в частности занимается Амелия Джонс. Вот ее статья мне очень нравится, потому что она начинается с такого честного признания. Она начинает статью с того, что мне было три года, когда там не вспомню художницу, допустим, Королиш Ниман делает свой вот этот перформанс. Мне было восемь, когда там условно Йоко Оно делает вот этот перформанс. Мне было одиннадцать, когда там Джина Пане делает вот этот перформанс. То есть она показывает, что она физически не могла присутствовать при самых знаковых работах феминистского перформанса, которым она занимается. Но тем не менее она его изучает. и вся вот ее эта статья «Присутствие в отсутствии», переживая перформанс как его документацию, она строит на желании доказать, что ее переживание, которое она получила, разглядывая документацию, является не менее важным, не менее имеющим право на существование, чем опыт проживания перформанса для тех людей, которые присутствовали при их живом исполнении. я сейчас тут поподробнее остановлюсь и мы, наверное, посмотрим вот такие работы. Ой, мне кажется, что-то сейчас не то сделала. Извините. Да, Да, я уже обмолвилась о том, что Амелия Джонс занимается феминистским перформансом, еще его называют боди-артом, но не в том значении боди-арта, который в обыденном смысле существует, когда женщины раскрашиваются и что-то они делают такое, а в значении того, что это всегда были перформансы, центральную роль в которых имело тело художника. Зачастую это тело обнаженное, это тело кричащее, тело страдающее, тело взывающее ко взгляду, тело такое, каким его раньше не видели, то есть это попытка женщин, чаще всего это, ну не знаю, во многих случаях это женщины, тут еще важно помнить, что контекст, что 70-е это расцвет феминистского движения в США. И в том числе искусство. Просто невероятный бум. Вот, и здесь собственно автопортрет Яой Кусамы, которая лежит в позе то ли адолиски, то ли натурщицы, как мы можем вспомнить, да, во многих классических живописных работах там на протяжении долгой истории живописи представлена женщина на диване, который покрыт какими-то фаллическими выростами с ее фирменными вот этими горошинами, разбросанными по телу и по волосам и взгляд ее направлен в камеру. И здесь интересно, как интерпретируют это тело, этот образ Амелия Джонс. Она его противопоставляет, ну, во-первых, модернистскому телу и телу мужскому. Она вспоминает о том, в какой позиции находится здесь художница. В контексте того, что, во-первых, она азиатка в стране, которая, да, продолжает западноевропейскую традицию, белую, она женщина, то есть она опять-таки находится в уязвимой позиции, и она женщина внутри системы искусства, то есть трижды уязвимая позиция, да, и пытается задать вопрос о том, какой образ пытается здесь выстроить художница. Является ли она здесь субъектом или объектом, в какой степени она управляет своим образом, в какой степени она здесь сексуальное объективированное тело, в какой степени это тело художника, который сам управляет, да, тем, что он создает. Ее ответ это и то, и другое одновременно. Художница находится в такой мерцающей позиции, да, она создает свою субъективность, но эта субъективность не равна мужской субъективности, да, потому что это тело помнит всю традицию объективации женщин, да, это тело помнит его просто в своей позе и в своем там взгляде, да, допустим. Еще один похожий в этом плане перформанс, тоже классика. Королиш Ниман и внутренний список, свиток, внутренний свиток. В общем, что мы видим здесь на этой фотографии? Вот это каноническая фотография, каноническая документация. Как ее читает Амелия Джонс? Опять-таки она ее прочитывает как поиск субъектности, да, что здесь происходит в ходе перформанса. Королиш Ниман, обмазанная краской, медленно вынимает из вагины свиток бумажный, на котором написан текст и зачитывает его. Текст посвящен мужчине, мужчине-художнику, мужчине-писателю, который описывает женщину и свои отношения с женщиной. Интерпретация Джонс говорит о том, что здесь вот эта амбивалентность между женщиной как объектом, женщиной как субъектом достигает практически предела. С одной стороны это снова обнаженное тело, тело сексуализированное, но с другой это тело, которое как бы возвращает в себе речь, речь, которой женщины были долгое время лишены. Или это такая рекурсия текста речи мужчины о женщине, потому что чаще всего женщина описывается мужчиной и описывается именно в контексте любовных романтических сексуальных отношений. Здесь она оборачивает эту ситуацию против и плюс еще она достает этот текст, как бы эту речь изнутри своего тела. То есть здесь еще и отношения между телом и текстом как бы приобретают совершенно иное измерение. И рождается смысл того, что из глубины тела и тела женского, которое традиционно считается требующим восполнения, пустым внутри, пустотным. Женщина ждет того, кто ее заполнит или того, что ее заполнит. Здесь мы видим ситуацию обратную. Здесь это тело переполненное знанием. Это тело, из которого знание буквально вываливается и вываливается в форме текста, в форме речи, которая тут же моментально озвучивается и выходит в пространство. То есть здесь это тело активное, познающее, говорящее, направленное опять-таки на мужчину. И почему здесь важно, что все-таки есть обращенность к мужчине? Потому что женская субъектность невозможно все равно без мужской. И в контексте всей этой долгой традиции угнетения женщин невозможно родиться субъектом без ее учета. И мы снова видим это мерцание между мужской позицией и женским опытом. И вот это все, что я сейчас вам так долго рассказываю, Амелия Джонс вычитывает из вот этой фотографии. И на следующем слайде я специально вынесла кусочек из статьи. Так случайно получилось, но мне понравилось, что цитата, которую я хотела вырезать. Она так красиво с картинкой соединилась. Ну вот, и вопрос, который она выносит, это ну а вообще-то есть ли что-то более там настоящее в моем более настоящее, чем мой опыт прочтения через документацию, чем если бы я присутствовала вживую. То есть она легитимизирует свое переживание, весь этот сложный аффективный там путь, который она проходит и говорит, что абсолютно неважно, что я смотрела только на фотографию. Вот то же самое, что было бы, если бы я там была лично. Опять же, кажется, что это что-то очень парадоксальное, звучит как-то противоречащее здравому смыслу, но что позволяет Амелии Джонс сделать такое сильное заявление? Для нее тела не являются носителями никакого истинного знания, не являются как бы телами в себе, потому что и наши тела, и наши действия точно так же, как язык или образы окутаны сеткой символических значений, в которые мы погружены. Наши тела не являются как бы пустыми. Мы все носим на носим на следы социальной структуры, экономических отношений, культурных традиций и так далее. Поэтому женские и мужские тела выглядят так по-разному, читаются так по-разному. И вот эта вся система значений, в которых мы живем, она одинаково работает и на уровне тела, и на уровне знака. то есть она снимает это онтологическое напряжение между живым присутствием при перфор... Люблю очень эту художницу, но пропустим ее. Я надеюсь, что у нас будет отдельная лекция про порнографию и перформанс, и тогда мы еще о ней поговорим. Пусть это будет спойлером. Ее зовут Анни Спринкл, можно погуглить, много интересного. Но тут фонарик, а она предлагает заглянуть в свою шейку матки. Ну нет, там какой-то другой прибор, не помню, как называется, но типа того, да. Мне нравится, что люди веселятся. Вот. И да. Вот. Я обозначила вот эти спектры, то есть границы спектра. А вот этот исследователь в своей книжке, он написал целую книжку, посвященную именно документации, он как раз пытается найти средний путь и понять, каким образом документация все-таки делает знания о перформансе доступным. Вот возможности этого среднего пути мне крайне интересны, потому что мнение Пегги Феллон уничтожает всякую надежду на исследование перформанса и является действительно элитистским, по моему мнению, то есть потому что в иерархию возводит личное присутствие и на более нижнюю позицию даже такую презренную восприятие через документацию. А позиция Амелии Джонс полностью стирает различия между телом и текстом, между присутствием в определенном времени и рассмотрением статичной например фотографии. Мне кажется, что средний путь возможен и одним из его собственно тех, кто нашел является вот этот замечательный добрый такой человек на фотографии Филипп Оослендер. Потому что он рассмотрел как раз те варианты перформансов, которые сейчас, когда я вам показывала, вызвали наибольшее количество вопросов и нашел, мне кажется, ключ к пониманию того, как документация может работать творчески, активно, вовлеченно в события перформанса. И, конечно, это старый, добрый, знакомый нам всем термин перформативность. Он написал важнейшую для этого теоретического поля статью о перформативности документации. Я тут в очередной раз отошлю к лекции Романа Асьминкина про перформативность. Но для тех, кто не был, повторюсь, что да, что такое перформативность? Это термин, который заимствуется из лингвистики. Есть такое понятие, как перформативный речевой акт. Это акт, который создает новую реальность взамен старый. То есть меняет статус-кво. Классический пример из Джона Остина, который ввел в широкий обиход понятие перформативного акта. Это акт называния мужем и женой. Когда работник ЗАГСа или священник произносит эту фразу, я нарекаю вас мужем и женой, социальная действительность меняется, и двое действительно становятся мужем и женой. То есть это притворение реальности является перформативным актом. Есть еще один классический пример того, как работает перформатив поле искусства. Это дюшановский писсуар, когда художник берет обычный писсуар в магазине, переворачивает его, подписывает, вносит в музей и меняет статус объекта. То есть изменение статуса объекта с предмета быта произведения искусства является тоже перформативным актом. Важен еще контекст, потому что чтобы перформативный акт был успешным, нужно, чтобы человек, который его производит, обладал определенным статусом. Потому что если я решу кого-то поженить, это не будет работать, потому что я не работник ЗАГСа и не священник. И случаи с историей искусства все немного сложнее, потому что статус художника это что-то не настолько определенное. Статус священника, допустим, или президента, который тоже часто производит перформативные акты. Тем не менее. Итак, что такое перформативность документации? Я думаю, что нам снова понадобится Вита Акончи и вот это его работа. Называется «Фотопьеса, 69-й год». Документация этой работы состоит из текста и вот этих 12 снимков. Текст гласит, это текст инструкции, то есть его по идее может повторить любой желающий, потому что эта инструкция открыта, мы все можем ей последовать. И в том числе Вита Акончи сам осуществил исследование этой своей инструкции. Она состоит в том, чтобы взять в руки камеру, идти по улице прямо стараться не моргать, но каждый раз, когда моргаешь, нажимать на спусковой затвор камеры. То есть когда ты не видишь, камера видит. И вот что у него получилось. Вот здесь опять возникает тоже сомнение, ну должно, по крайней мере, возникнуть у тех, у кого были вопросы к видеодокументации о Кончи центре, да, потому что здесь происходит примерно то же самое. Нет зрителей, во-первых, у этого перформанса, есть просто художник и камера. И то, что мы видим, это не документация перформанса. Мы не видим, как Кончи идет по улице, мы не видим его фигуры. Она не является свидетельством того, что он действительно там ходил, хотя одновременно является, но мы его не видим, может быть, это кто-то другой вообще был. И что здесь происходит? Ауслендер задает правильный вопрос, а если бы были случайные зрители у этого перформанса, они бы поняли, что происходит или нет? Нет, они бы увидели просто человека, который идет по городу с камерой с камерой и что-то делает. Тогда он делает следующий шаг и говорит, а что делает эту работу перформансом? Именно акт документирования как перформанса, в качестве перформанса делает эту работу перформансом. Вот в этом и заключается перформативность документации. Я думаю, что это справедливо и в отношении видео, которое мы на самом деле видели отчасти. На самом деле это не такая уж редкая ситуация. Почему в контексте институциональной истории и истории искусства это важно? Ну вот как исследователь перформанса могу тоже поделиться болью. Очень часто ты слышишь это не искусство. Ну или там докажите, что вы не верблюд, что это искусство. я думаю, что особенно в начале перформансу действительно необходимы какие-то вот эти вот акторы, как священник или президент, или ну кого я там приводила, например, работник ЗАГСа, то есть некто, кто обладает властью, совершит перформативный акт. Но так как зачастую художники были выключены из институциональной системы, таким актором и агентом становится документация. Это автореферентный, то есть замкнутый на себе акт, когда мы производим нечто, одновременно наделяя это статусом произведения искусства. Как в этой работе Вита Окончи? Мне вот это мой любимый, конечно, Окончи, я его просто обожаю. И мне кажется, что он вот еще делает такое партнерство, ну вот, да, как Пахаровой, найдите себе симбионта. И он нашел камеру как симбионта. И вот это тоже, эта камера делает тоже перформанс вместе с Окончи. почему, то есть она как бы его, ну как бы затвор отворяет. И мне кажется, что вот то, что затвор камеры вдруг отворяет то, что там, типа, скрывает моргание, вот эта пара неразрывная, как бы, она, ну, мне кажется, что сама по себе вот это, что он проблематизирует, да, что вот эта регистрация Я продолжу. Не могу слово, да, найти, типа, перформанс, да, ну да, она тоже, ну да, она делает какого-то перформанс. Да, да, да. Но на самом деле здесь, мне кажется, еще, может быть, тебе понравилось, потому что это еще похоже нужно человека-киборга, да, вот в тот момент, когда я физически, то есть ты не можешь не моргать, но когда я физически как человек моргаю, да, камера продолжает мой взгляд. То есть... Да, я тоже очень люблю Вита Акончи. Ура. Вот. Но это еще не самый радикальный пример, который приводит Тауслендер. Вот радикальный, наверное, вот здесь на экране сейчас это Ив Кляйн и его знаменитая фотография, но перформанс, прыжок в пустоту. На первом кадре мы видим, собственно, то, как это вошло в историю искусства. Как бы художник выпрыгивает со второго этажа. и, в общем-то, то ли взлетает, то ли падает с экзистенциальным выражением на лице. Это сейчас цитата, потому что было несколько дублей, потому что Кляйну хотелось достигнуть экзистенциального выражения на лице. На некоторых фотографиях он как будто просто падает, не так эффектно это выглядит. Вот. А на второй фотографии рядом видно, как это было. Вот его ловили, да, вот фотограф. Итак, Ауслендер вводит вот эту фотографию, вот этот перформанс, как он его называет, прыжок в пустоту в контекст того, что часто называется перформативная фотография. То есть это фотография, которая, точнее, это перформанс, который был специально подготовлен, чтобы быть заснятым. Там нет зрителя, он не происходит в галерее, происходит где угодно, в зависимости от контекста и нужд художника. Классический тоже пример. Сейчас покажу. Это серия «Кадры без названия» Сидни Шерман. На протяжении трех лет она создавала различные образы женщин, которые как будто бы являются кадрами из каких-то фильмов. Причем многие зрители как бы узнают, как будто эти фильмы, как будто мы они их действительно видели. Но на самом деле это не скриншоты, это исследование того, что там значит быть женщиной в Америке на рубеже 70-х, 80-х годов. огромное количество различных фотографических образов женщин, которые опять-таки почему они работают как отсылки к каким-то фильмам? Потому что она не настолько узнаваемая, потому что она задействует огромное количество каких-то штампов, стереотипов, уже известных образов из массовой культуры и вписывает себя в этот контекст. То есть она является героиней каких-то неснятых фильмах. Еще Ауслендер приводит пример. Вот здесь на крайней фотографии это Марсель Дюшан в образе своего альтер-эго Розы Саляви. А это я поставила обложку журнала номер один журнала Родек, где собственно четверо московских акционистов позируют на фоне сгоревшего белого дома. Там черный вверх белый низ и у них тоже черный вверх белый низ. Ну тоже постановочный перформанс. Абсолютно разные контексты, абсолютно разное время, но работает одинаково. Вот вернемся к ляйну. Вот Ауслендер говорит, многие скажут, что это значит ну не перформанс, потому что это же не настоящее событие, он же как бы не в заправду взлетел из окна. Это монтаж, подлог, да, но а почему собственно событие, задает вопрос Ауслендер, не может произойти в пространстве фотографии? почему событие не может произойти в медиареальности? Почему то, что происходит в пространстве медиа не может быть настолько же реальным, насколько реальная реальность? Как медиатеоретик, да, исследователь собственно не только перформанса, но и медиа, и коммуникации, Ауслендер настаивает на том, что как раз тоже, да, на равном антологическом статусе этих реальностей. Я думаю, что сейчас, спустя какое-то время уже после написания этой важнейшей статьи, его утверждения как бы уже все меньше вопросов вызывают. Да, может и да в контексте искусства, более того, это все чаще и чаще происходит. И в пространстве документации может происходить нечто не менее важное, чем в пространстве физическом. Я сейчас еще какое-то количество примеров вам покажу и дальше давайте дискутировать. Примеры. Вот, думаю, что здесь многие присутствующие знают хорошо эти примеры. Мне вот очень нравится проект «Квартирники третьего порядка». Так, сейчас как-то сюда выйти. Медиа-реальность. Да, это что такое? Это танцы в квартирах, которые транслируются онлайн, в разных социальных сетях, на Ютьюбе, в Google Handouts происходят звонки, еще есть чат, по-моему. То есть, это все онлайн сначала происходит и можно присоединиться к онлайн-трансляции. Вот у меня был такой опыт. А можно, вот как сейчас, мы будем посмотреть, просто, что получилось на Ютьюбе. в данном случае это четыре художницы, которые в разных городах, находясь в Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва, одновременно видят друг друга через экран монитора и танцуют общий танец. И ты можешь тоже подключиться к этому общему танцу. Происходят еще всякие разговоры. квартирник третьего порядка, восьмое, восьмой выпуск. Ура! Я сегодня в Нью-Йорке, девочки, кто где? Я в Геленджике, на юге России. У меня такая голова. У меня тоже, я тоже саденька с головы сегодня. Дашенька! Я в Москве. Ура! И мы ждем Аню Антипову, которая из Петербурга не ходит в поисках. Я так понимаю, что трансляция переключается на человека в зависимости от того, откуда звук идет. Но мы видим еще вот тут в углу все время одновременно еще всех. Но они меняются так местами. Вот. Я думаю, что мы не будем, ну, хотя, конечно, красиво, но не будем смотреть танец долго. В принципе, да, это просто реальные звуки. Я, кстати, разговаривала тут по поводу нашего формата с местными. Говорят, у них это Living Room называется. В смысле квартиры. В квартиры. Ну, то есть, наверное, понятна моя мысль, да, то есть, одновременно происходит перформанс в разных местах, но и в одном, да, в медиапространстве. Хоть он и распылет по разным там сетям, мы можем его следы потом найти, да. так. Ну, вот тоже один из любимых примеров. Это всем советую вообще сайт киберфеминизм.нет, потому что, ну, не только потому, что на нем можно вот эту работу посмотреть, потому что он сам сделан весь как перформатив, в общем-то. Да, интерфейсы взаимодействуют с тобой прям очень плотно. И здесь мы видим вроде как классическую документацию, классическую в плане, что она после события, да, она уже выложена. Это документация спектакля «Семь предикатов Соломеи», Оья Джи-Джи, да, вот ты хорошая девочка, Петербургского театра, научного театра Ман-Ман-Лопу. Вот мне как-то странно тут сейчас об этом говорить, при том, что одна из авторок сидит в зале. Может быть, ты расскажешь про это? Да, я включу, да, просто сейчас? И авторка музыки тоже. А здесь только англоязычная версия, да? Мне кажется, так непонятно без пояснения сейчас. Ну, что это спектакль «Кот», что это перформативный текст. театр Ман-Ман-Лопу это вот так, как раз вот эту картинку расскажу. Это Алина Шклярская и Александра Абакшина. И этот спектакль посвящен, точнее, этот спектакль является попыткой создать вирус, да, код по растворению сексизма. изначально он должен был просто создаваться, играться как текст, который произносится, и зрителей нет. Да, я историю расскажу. Да, это очень много стадий у этого проекта. Это было так, что мы просто записали вот текст, он состоит из текста, который написан именно, мы хотели какой-то вот именно язык программирования, свой родной русский такой весь органичный природный язык как бы перекодировать, да, чтобы создать какой-то пьеса вирус. И здесь же текст Поля Биатрис Пресиада несколько практик из дилдо тектоники. Это сначала было, что это у нас участвовал только манекен и голос, потом нам это оказалось маловато, потом клуб грибоедов нас так отформатировал, что мы поняли нужен человек, и было это я и моя подруга Николь Транс, Транс, Господь, Трависти артистка, и вот мы с ней вместе как бы помножали дрэк на дрэк, вот, и это спектакль, потом мы, вот, Ежа предложила как-то этот спектакль разместить в сети, а почему он на английском, мы как раз перевели в то время для Квирфеста этот текст, то есть на Квирфесте всегда гости, иностранные граждане, мы подумали, чтобы не париться с переводом, мы сделаем просто такие слайды, в самом спектакле эти слайды показывались только на Квирфесте, вот, и, да, и поэтому это, как бы, мне кажется, что это спектакль, а так сейчас выглядит спектакль, который в сети присутствует, то есть он, мне кажется, это ты можешь посмотреть спектакль, вот, но если ты знаешь английский, я вот не знаю, я его посмотреть не могу, но я его просто наизусть текст знаю, поэтому я могу такой-то внутренний перевод, и мне интересно, что именно здесь ты решила привести на этой лекции этот пример, потому что мы так не думали, что это, да, какая-то вообще связь, ну, такая вот, мне просто интересен этот пример как перенос, да, или точнее как такая интересная цепочка, которая заканчивается, ну, на данный момент вот этим сайтом, да, что сначала создается некий перформативный текст, и, собственно, спектакль строится как его произнесение, потом этот, и параллельно этот текст существует как текст на экране, потом спектакль переносится целиком, как бы, вот тексты, эти картинки в пространство интернета, добавляется музыка к спектаклю, и, собственно, вот мы зрители. Да, музыка изначально была, да, но мне, что еще важно, почему это так, это позволено так делать, потому что изначально это пьеса-выставка, да, и ты тогда на первом спектакле спросила, что вы выставляете, да, и это, конечно, суперэкзиционизм в этом смысле, что ты выставляешь, когда все предикаты сняты, вот что, и мне кажется, что вот это, именно тот, как бы, вот это словосочетание, да, пьеса-выставка и позволило дальше это снимать какие-то предикаты и как-то выставлять какие-то еще, а это вот я раскрасила, да, эмбрионы, какие-то еще, да, я помню, состояние. возникающие вопросы мы оставим на потом, у меня остался один последний пример, тоже одна из любимых работ художницы, которая сейчас живет во Франции, но долгое время жила в Украине, это Анна Тен, вот у нее есть такой перформанс, который называется отсутствие, точнее, это как бы серия, да, перформансов таких, вот, которые выглядят вот так, как табличка с текстом, там, по-моему, девять отсутствий, вот я нашла только, к сожалению, одну фотографию сегодня, это отсутствие номер семь, то есть что мы видим, ну, мы видим, как бы описание, да, перформанса, я прочитаю для тех, кто может быть плохо, плохо видно кому, отсутствие семь, зрители погружены в темноту, время от времени кто-то невидимый толкает их со злостью и силой, пытается отнять их вещи, в зале находится много людей, иногда слышится шум кипящей воды, которую наливают в алюминиевую кружку, с грохотом на пол падают вещи, внезапно кто-то закуривает сигарету, слышится болезненный кашель, зал погружается все больше и больше в дым сигарет, от которого невозможно скрыться, зрители хотели бы выйти, но все выходы закрыты. Вот, и это серия работ, которые выглядят как таблички, они мимикрируют под таблички экспликации, привычные нам в музее, то есть они вот так вот именно и выглядят, они экспонировались в Академии художеств в рамках конференции по перформансу, которая там в семнадцатом году была, и они выглядели там как просто в ящике за стеклом, боксами, как обычно выставляются предметы в музеях, да, но это перформанс, и можно, мне кажется, плодотворно и продуктивно подумать о том, почему, да, и почему Анна, которая действительно занимается много перформативными практиками как кураторка и как художница, почему она делает вот такой странный перформанс, да, в сущности, который равняется его документации, или даже это не документация, да, это описание, и что здесь происходит, тут еще очень важно название, потому что, ну, действительно, как бы, вроде как, ну, перформанс отсутствует, да, если думать как бы по формальной логике, но если подумать о том, где он может происходить, особенно прочитав это описание, да, ну, на ум приходит только один ответ, да, в пространстве воображения, в пространстве каждого зрителя, в воображении каждого зрителя в то время, пока он читает этот текст. И единственная процессуальность, ну, то есть перформанс предполагает некую процессуальность, это в данном случае процессуальность чтения текста и дальше разворачивающейся воображение. Вот у меня все. Я надеюсь, что будут вопросы, и мы еще поговорим. Марина, можешь смотать на этот? Я просто сфоткаю для Алины. Друзья, у кого-то есть вопросы? Я вам дам микрофон. Спасибо, что ты так хорошо все рассказала. У меня вопрос такой о наболевшем. На самом деле, профессиональная деформация. Я говорю о выставочном процессе, где мы представляем перформанс. И вот на протяжении многих лет, когда я смотрю старые перформансы, их очень часто выставляют в таком закостеневшем контексте. Например, из перформанса в Алиэкспорта Пантасткино делают видеоскульптуру. Документации очень мало. Там есть только небольшое видео, да, и какие-то еще фотографии. Есть, конечно, описание и так далее. Видеоскульптура вообще закрывает какой-либо подход вот в эту, ну, для переживания, как мне кажется. Той же в Алиэкспорт перформанс территорию «Комнату видеть, комнату слышать», который снимался как перформанс, поселяют в антологию видеоискусства 40 лет немецкому видеоарту. И так далее. То есть вот этот вот момент перформативный, он, понятное дело, со временем исчезает. Но, я не понимаю, этот вопрос может быть, конечно, кураторский больше, но насколько есть право изменять его, собственно, субстанцию настолько, чтобы делать его уже не перформансов, а канонизировать там, вот как-то, да, как канонизировали этот перформанс Тапон Тасткина. Или, предположим, тот же перформанс, ну, понятно, поющая скульптура Гилберта Джордж изначально поющая скульптура, но его выставляют в контексте видеоскульптуры. То есть выставляют как видеоскульптуру. Вот, мне кажется, что видеоскульптура это не тот путь, который может работать с перформансом. Вот можешь что-нибудь на этот счет сказать? Я, на самом деле, не так хорошо знакома с этим контекстом, как ты, но мне кажется, что на самом деле это вопрос, ну, опять про границы какие-то. Ну, я вообще, большинство границ внутри жанров и направлений искусства считаю вопросами чисто идеологическими. Нет. То есть, если это заснято на видео, это, ну, то есть, и медиальная природа этой документации такова, то я не вижу проблем, чтобы это включалось в какие-то антологии видео, например. Так же, как, например, вот эти все работы «Окончи», они одновременно входят в историю перформанса и в истории видеоарта, да, одновременно, потому что они и там, и там, действительно. Мне кажется, так. по такому этической истории, когда я прихожу и вижу такой-то консервированный, канонизированный перформанс Тапан Тасткино, который, конечно, гениальный сам по себе, и тут его мне делают скульптурой, и у меня вообще никакого к нему как бы, ну, то есть, я его смотрю как скульптуру, и мне это не нравится. Мне кажется, это какая-то этическая вопрос. Ты говоришь идеологически, но может быть, действительно идеологически. Это нужно так рассматривать, я начинаю раздражаться, конечно, а тут нужно это признать, окей, ну, на самом деле, куратор так видит, художник он так видит. Вот мой любимый пример тут, я его хотела вначале привести, когда Пегги Феллон цитировала про то, что перформанс, это то, что исчезает, да, вот, это то, что мы будем как бы оплакивать, вот, это исчезновение, и оно и гарантирует какую-то субъектность, там, и так далее. Ну, вот, ну, есть Тина Сигал. Вот он не документирует свои работы принципиально. Вот он создает там эти делегированные перформансы, или как он их называет, ситуации, которые состоят как раз из инструкции для медиаторов, в музее, что-то происходит, запрещена документация. И это абсолютно коммерциализированный ход. То есть он именно отсутствие как бы типа видимого следа и того, что можно продать, превращать в товар. Потому что в товар можно как бы не только что-то существующее, но и что-то отсутствующее тоже можно продавать. Как ты относишься к повторению перформанса? Ну, то есть, предположим, я знаю группы какие-то в Питере, которые повторяли этого самого Йонтна Меза. Ну, мне как-то немножко странно. Я понимаю, там, когда еще Марина Абрамович повторяет Бойза. Хотя тоже очень странно. Но вот этот вот момент повторения. Я понимаю, что хочется пережить, но я тоже хочу там кое-что пережить, и может быть я там... Ну, зачем это всему миру рассказывать? Вот тут вопрос такой. Ну, вот у меня больше как раз к Абрамовичу вопросов в данном случае, чем к каким-то молодым там художникам или малоизвестным, которые хотят пережить. Кстати, вот интересно, что с Яном Адаром Басом там же огромное количество реперформансов от его. Просто невероятное. Так мне кажется, что это прекрасно. я с восторгом отношусь к этому. Друзья, еще есть у кого-то вопросы? Относительно соотношения копии-оригинал, да. То есть это неправомочный вопрос так-то. Ну, я согласна, да. Спасибо. У меня, может быть, банальный вопрос, но, собственно, интересно, можно ли считать эффективность, которая присутствует у зрителей реального перформанса и эффективность, которая присутствует при рассмотрении документации, одинаковая или разная, как ты считаешь? Медиа-эффективность или активность проживания, есть ли какая-то разница? Здесь очень сложно сравнивать для этого. По идее, чтобы как-то измерить, нужно, видимо, как-то эксперимент произвести и сначала поприсутствовать при перформансе, а потом его посмотреть на фотографии и пытаться сравнить уровень аффектации своей. Ну, понятно, что это я сейчас так фантазирую и иронизирую, но я, честно говоря, не думаю, что действительно есть какая-то иерархия. Я думаю, что образ может воздействовать точно так же, как тело, пространство и так далее. Нет, я совсем не об иерархии, а о том, что это может действовать по-разному, и там медиа, документация, допустим, действует лучше, чем... Ну, здесь, мне кажется, каждый отдельный случай можно рассматривать. Нет никакой общего, тут готового ответа, мне кажется. можно ли сравнить этот спор оригинальности или с тем конфликтом, который появился, когда появилось кино и театр, вот они начали конфликтовать в этом поле, да, тоже примерно в таком же, и кино доказывало свою независимость свою самостоятельность и через отрицание театральности, скажем. есть ли корни, общие ли корни здесь? Да, хороший вопрос, спасибо. Я думаю, что отчасти да, потому что тут еще важен вот этот контекст театра, который ты очень правильно назвала, потому что он действительно очень важен и для кинематографа на заре, потому что как бы ну, просто исторически, потому что первые киноактеры, это актер театра, и очень много было сравнений как раз и нападок со стороны театра, да, на зарождающийся новый вид искусства, а он тоже важен для перформанса, потому что он-то как раз как бы ну, изначально зарождается в каком-то конфликте и преодолении театра, уже по другим каким-то фронтам, но да, думаю, что отчасти можно провести параллели. Я, наверное, про медиальность и... про следующее, ну, как бы, в чем развитие документации перформанса, вот как бы, ну, перспективы его развития в таком случае, потому что не будет ли он, например, самостоятельным жанром, там, ну... вот я пыталась наметить какие-то конфликтные зоны, я сейчас отвечу, возможно, это будет дольше, немного, длинный ответ. Вот на этом слайде я разделила уже не документацию и события перформанса, как бы, их оценку, а я попыталась наметить то, на каких позициях стоят сторонники события и сторонники документации, да, то есть модернное здесь, это вот как раз относится, наверное, к парадигме как раз, например, классического репертуарного театра, да, и классического, ну, не классического, модернистского тела, да, цельного и плотного, субъектного. Здесь же находится вот эта самая антология, сущность и как бы условная, вечная, не смогла удержаться, кавычки не поставить. Вот, а на том фланге, на котором Ауслендер и Амелия Джонс, да, это другое, это традиция как раз уже постмодернизма, в которую они вписывают, ну, или там медиа-теории, которые тоже, в общем, к этому краю относятся, феноменологии, и вот тут очень важное слово прагматика, потому что, ну, прагматика это что? это то, это то, как это работает, то, как это функционирует. И можно сколько угодно говорить красивые, мифологизирующие там слова сущностной антологии, фемерности, там, уникальности и так далее, особенно потому, что они, их очень сложно как-то опровергнуть или верифицировать, наоборот. Вот, но гораздо продуктивнее, мне кажется, думать с точки зрения прагматики, то есть не думать о сущностях, а думать о реальном контексте, в которых это работает. Да, и тогда мы просто больше поймем о том конкретном каждом случае, да, вот как, собственно, показывает Джонс и показывает Ауслендера. Давайте просто посмотрим, как это работает, да, вот то, что они делают. И, ну, да, работает так, что, вот здесь мне пригодится эта цитата, что документация участвует в, ну, существует в традиции искусства, не как этнография, а как репродукция. Да, можно смириться, как бы, и уже признать то, да, документация участвует и в продаже, и в гонке, там, за место в истории искусства, и в каталогах, архивах и выставках, и можно продуктивно работать, как бы, с этим полем, налаживать контакты и включать процессы документации изначально уже в события перформанса, да, в той степени, в которой это каждый всякий раз нужно, да, для художника. Вот эти вот примеры, которые я привожу, типа квартирников третьего порядка, да, которые одновременно в очень интимных местах происходят, в квартирах, в то же время абсолютно публичных, да, это очень продуктивный ход в плане того, как задействуются документации, потому что она сразу позволяет проблематизировать интимное и там публичное и так далее. Я именно про это и пыталась сказать, что, собственно, документация перформанса не, она себя видит, она самокритична достаточно, она не претендует на, ну, как бы, она уже пережила вот этот вот, ну, наверное, ну, я просто этим иногда занимаюсь по просьбе, и если честно, если честно, да, мне кажется, что, как бы, вот ущербность, ущербность, она же, она не, она качество, ну, то есть, это просто качество такое и можно дальше понимать, ну, как бы, ну, может быть, я хотела какой-то пример. Мне кажется, что было вот, ну, квартирник отличный, например, ну, перформанс, он очень уязвимый, там люди все очень уязвимы, они растерянные, они не знают, что делать, они в процессе существуют. Здесь совсем другой перформанс показывают, крепкие, интересные, яркие, яркие движения, яркие высказывания, и ты видишь, вообще, другой продукт совершенно. Вот он состоялся у вас на лекции, этот перформанс для меня. Вы его укрепили, да. Был еще один вопрос, да? Да, спасибо, у меня два, ну, не знаю, один вопрос, не вопрос. Вот это видео, которое вы показали, если можно, ну, или показать, или сказать, просто, мне интересует само окончание, когда вот, пальцем в центре камеры, буквально последние секунды, вот, просто как он закончился. Я боюсь, что развязки, в общем, не будет никакой. Не, ну, вот, тем не менее. Художник устал? Не, ну, понятно, нет, я имею в виду, что сам, как оно закончится, это, это, начало, и конец. Вот, а сам вопрос, я параллельно просто задам, вот, вот эти вот пары какие-то, этих атомические, которые вот вы сейчас говорили в начале, меня интересует, спасибо, меня интересует, вернее, вопрос по одной, вот, вечное контекстуальное, мне тоже что-то совсем непонятное противопоставление, но меня интересует про идентичность, вот это что, вот предательство идентичности, если это возможно, ответить, вот это как получается, это как бы, это то, что идентичность придает, или придает идентичность? Ну, там, да, пара идентичности и предательство идентичности, но это, о, это повод проанонсировать нашу следующую лекцию, да, я сейчас проанонсирую, у нас еще один вопрос, друзья, 13 июня, шокирующая лекция Даши Че и Марины Шамовой, художниц, квир-активист, рэперок и исследовательниц, которые называются социальной идентичности и перформанс, североамериканские, позднесоветские и современные российские контексты, они будут привносить свой опыт жизни в России и США и говорить об идентичности, а Марина, ты продолжаешь отвечать на вопрос, правильно? Про предательство идентичности. 13 июня, четверг, 19.30, приходите. Спасибо. Ну да, то есть просто как в этой паре перформанс, ну, живое событие перформанса рассматривается как пространство, в которое идентичность утверждается, а документация таковым не признается и как бы является пространством, в котором идентичность стирается. То есть вот этот вот сложный процесс, да, завоевание собственной идентичности, ну, некоторые исследователи считают непереносимым в пространство документа. Вот это об этом было. Я хотел узнать очень сильно вот этот весь спор, это скорее исторический спор или это имеет место быть в современном реалии, в современных искусствах, потому что, ну, для меня достаточно, например, ну, не знаю, очевидно, что ли, что это разные события документации и сам перформанс, либо посмотреть там Марине в глаза, это один опыт, либо посмотреть на эту фотографию, то есть они оба равнозначны как искусство, но это разный опыт и, ну, то есть этот спор до сих пор происходит действительно? Ну, да, до сих пор, в общем-то, может быть, не с той интенсивностью, да, и активнее, мне кажется, разрабатывается сейчас вот эта сложная проблемная история с документацией, но тут еще интересное, правда, разделение происходит по вот практике-теоретике, несмотря на то, что, ну, много теоретиков, которые тоже занимаются как практики-перформансом, но тем не менее, ну, достаточно часто все равно можно прочитать про приверженцев вот этой первой точки зрения в абсолютном догмате живого события от режиссеров особенно практикующих, да, ну, и сама книжка Пегги Феллэн, в которой она это пишет, в общем, не такая уж старая, она в 2003 году написана. Вот так. Ну, да, что-то хотелось. Тоже вот в эту оперу, но по поводу перформанса, где достается свиток из вагины, да, и зачитывается, вот в этом случае тоже, вот вы говорите, что она пишет, точнее, описывает, да, перформанс, она его не видела, она его описывает уже с документацией, скажем так, перформанса, и, как вот сказал молодой человек, все-таки документация это один опыт, а сам перформанс это другой опыт, то есть, получается, она описывает же уже тогда не сам перформанс, так как она не присутствовала, она не ощущала ни запахов, как она сама определяет, а запахи, в принципе, в случае с доставанием из вагины чего-то, это все-таки ключевой в том числе момент, иначе бы она не доставала именно оттуда. Получается, что тогда в этом случае человек описывает документацию перформанса, а не сам перформанс, так как он не испытывал все чувства, скажем так, палитру, чувств, которых предполагал сам художник, задумывая вот это действие. То есть он же видит просто картинку, даже не видео в случае этого. Он не видит, как это достается прям сам процесс движения с Виткой и прочее. Реакцию зрителей, свою реакцию на это физическое пребывание рядом с этим событием. То есть как бы видеть... Я просто спрашиваю, я же не критикую, я спрашиваю. То есть получается, что описание документации перформанса и описание самого перформанса как явления — это тоже два разных события. Нет, просто я как бы интересуюсь. Потому что видеть это, вот допустим, это один опыт, а описывать фотографию этого — это же другой опыт все-таки. Особенно в те годы, в которые осуществлялась опыт именно в 70-е, допустим, стоять и смотреть, как кто-то что-то достает из вагины, скажем так. И сейчас в 2000-е, в 2010-е смотреть на картинку, как оттуда уже что-то достали, ну то есть как бы для меня это немножко... Это разный опыт. Я вот о чем. Это разные уже интерпрет... Нет, я имею в виду не 40. То есть находиться в 70-е годы там и описывать после этого. Или, допустим, я буду в 2019-м описывать то, что я вижу на картинке. Это два разных опыта. Вот как молодой человек сказал, что одно дело смотреть в глаза, а другое дело просто видеть, как кто-то смотрел в глаза. Ну, я задаю вопрос, на самом деле, это вопрос. Ну, для Джонс как бы понятно, что это разные вещи. Она как раз не говорит, что это одно и то же. Она говорит, что это равнозначно. Это разные вещи, но этот опыт не беднее и не может быть никакой иерархии как бы в этом. Мы можем позволить себе доверять тому знанию, которое мы вычитываем из документации. Вот что она говорит практически. Ну, мне кажется, вы сейчас вот как раз в парадигме оригинал-копия, как бы, говорите. А Джонс-то как раз пытается ее снять. Потому что я, ну, пыталась как бы ход ее мысли передать. Потому что для нее все опутано сетью значений. И мы можем к ней подключиться и через тело, пространство и опыт, и через образ, да, фотографический. Вот так. Не вопрос, дополнить чуть-чуть хочу. Мне кажется, что все глаза все равно видят по-разному. Там на том перформансе мог быть, допустим, какой-то человек, который под ЛСД вообще не понимал, где он находится и ничего не видел. Документация, она хороша тем, что вот она подает все под увеличительным стеклом. И ты все это прекрасно видишь и ты можешь, чтобы всецело осязать перформанс, как мне кажется. Спасибо за комментарий. Еще там был, да, вопрос? На одной тарелочке с разного цвета каемочкой как бы находятся. Это как бы описание, что там, перформанса и описание документации. Потому что я вот лично из последних я реально аффектирована была. вот ЦО сделал с Конаковым Бордершафт. Мне не надо было там быть. Я просто... Я была в таком восторге. Ну, то есть это... Я могу об этом писать, потому что я не то, что там, типа, ну, ты же не была, но это очень круто, я считаю, было. И это на меня повлияло, и это повлияло на какие-то мои вот именно телесные ощущения. И мне кажется, что эти аффекты мы не можем в какую-то иерархию выставлять, конечно, да. Я пытаюсь найти перформанс, о котором Саша говорит. У меня ЦОИ, вот Виктор ЦОИ выпадает. У меня контр-мнение с тобой. Батл. Потому что я считаю, что описание перформанса — это уже не имеющее вообще никакого отношения к перформансу акция. То есть это такая бесконечная матрешечная система поджанров получается, как описание перформанса, описание документации, документация перформанса. И для меня она вообще ничего не имеет в общем с перформансом. Но тут опять же вопрос. У нас, например, по факту считается искусством фотография. Ну, например, вот если я сфотографирую тебя, потом где-нибудь это продемонстрирую, то это как бы искусство. Но по какой-то непонятной причине, то есть просто мой взгляд на тебя, он не считается искусством. И просто образ, который я вижу, тоже не считается. А вот уже документация моего взгляда, она считается. И документация перформанса, я так понимаю, что это больше искусства по факту, получается, чем перформанс. Потому что сижу я дома, что-то сделал очень хорошее, никто об этом не узнал, какой же это перформанс. Если я сделал это где-то, проафишировал, это кто-то заметил, то есть это не автономная какое-то, не автономная акция, про которую знаю только я, я такой крутой перформанист, дома все хорошо сделал, ай, молодец. Но об этом никто не будет не знать ничего. То есть это отсутствие. Вот тут у нас взгляд отсутствия, и это такой же для меня, в принципе, перформанс, потому что, ну, я-то знаю о нем, то есть я как бы получил, я как бы получил удовольствие, но только я. Просто если бы я была на этом перформансе, я думаю, что я бы не очень удовольствие получила, холодно, как бы дискомфортно. И мне кажется, что вот, может быть, это складывается из разного, да, то есть есть документация в плане изображения, есть какой-то концепт, который худо-бедно ты, да, можешь... А в чем-то вопрос был, в том, что документация это что-то другое, или что... Я не знаю. Да, ну, то есть вопрос, может быть, так, ты согласна? Твое мнение. То есть насколько это, в принципе, связанные объекты, или они полностью не связаны? А еще у меня вопрос очень важный. Ты нашла документацию акцию 130. Да, мы же посмотрели ее, то есть послушали. Так это же была... Как она была? Нет, ну вот та, которая конечная, когда перешел по всем ссылкам, посмотреть карту Москвы... Да, 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 я ее и включила. Друзья, наверное, последний вопрос у кого-то, может быть, есть? А я не... Я же еще не ответила. Подожди. Окей. Ну да, конечно, документация и перформанс связаны. Связи просто... Дело в том, что тут не ответить как бы просто, потому что я как раз набрала очень разных примеров. Мне хотелось как бы проблематизировать это соотношение, потому что действительно у них какое-то невероятное количество вариантов соотношения, да? Невероятное количество вариантов. Они могут слипаться до неразличимости, акция может происходить в пространстве документа, а могут отстоять друг от друга. Вот там перформанс длился три часа, осталась одна фотография там с него, и она является таким индексальной отсылкой, да, каким-то свидетельством того, что происходило. Поэтому писать какую-то общую теорию здесь очень сложно. Мне кажется, что вот... Ну, в принципе, во всем, чем я занимаюсь, я стараюсь идти от прагматики. Мы смотрим, как это работает в каждом конкретном случае. Мы не сочиняем общую теорию, а пытаемся вывести свое теоретизирование из какого-то количества пристально рассмотренных частных случаев. Ну, на самом деле, смутило меня вот описание перформанса с барышней, которая доставала из себя. И все дело в том, что экспликация, в принципе, какого-то действия, она берет на себя такую очень масштабную, доминирующую часть всего этого действия, перетягивает. То есть в части случаев я вообще в принципе считаю, что это противозаконно эксплицировать какие-то акции, потому что это страшно. Я бы сажал за это. Потому что это уже совершенно другой вид. То есть человек берет на себя право каким-то образом задокументировать свое мнение. Вот тут у меня стоит вопрос, а зачем оно мне в принципе? Потому что медиум между художником и мной это такая интимная связь. И я не очень понимаю, зачем нам третий. Но вот что ты думаешь? Потому что есть определенная акция, она каким-то образом выглядит и люди, смотрящие на нее, некоторые зрители испытывают резонансы. Приходит человек, документирует свое мнение и большому количеству людей сбивает их резонансы, потому что частично, то есть это же изучается, изучается мнение на происходящее, не происходящее, мнение на происходящее. Мы читаем чьи-то цитаты. Вот вообще вопрос цитат, он для меня довольно такой масштабный, потому что есть некоторый первообраз, некоторый перворезонанс и потом идет вот этот испорченный телефон, потому что один увидел вот это, другой вот это, а вот действительно может вот это вот там есть. Я этого правда не увидел, но вот тот третий парень точно видел. Буду ему доверять. раз ты откликнулась на мое сообщение, мне кажется, что здесь проблема в том, мне кажется, окончено, поможет здесь, что он камеру не воспринимал не как третьего, а как именно все, как это все перфор, то есть тут тоже документация, документация рознь. Ты приходишь, я говорю, на выставку типа фотографий с акций Павленского, это не перформативно, это не работает, но есть формы такого типа документирования и регистрации, именно регистрации, окончи, который камеру как бы говорит, слушай, камера, поработаешь сам, да? Ну, и вот это как бы разные типы документации, что ты не просто фиксируешь, чтобы потом кто-то что-то там вариативненько набросал сто там штук каких-то интерпретаций, нет, то, что именно как бы аффект возникает какой-то именно в этом случае, вот что важно. Ну, мне кажется, что Син говорила про фигуру вот как раз интерпретатора, критика там, да, которая раздражает, но мне кажется, что вот да, очень часто раздражается и это очень продуктивная реакция, потому что вся вот эта вот история описания, она же все время находится в процессе как бы пересмотра, ревизии, критики, спора и так далее, отвержения, ну, вот это и есть как бы то, чем мы занимаемся, да, то есть, если тебя раздражает что-то, это прекрасно, стоит с этим разобраться, вот мой интерес к этой теме возник, в общем-то, из раздражения тоже. друзья и подруги, мне кажется, мы все друг друга доступны в кулуарах после окончания главного события. Да, спасибо Марине, спасибо, спасибо за дискуссию, приходите, пожалуйста, 13 июня в 19.30 на следующую лекцию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!